Город Экитос является центром перуанской Амазонии. Он был основан в середине 19 века и некоторое время процветал на волне каучукового бума. Когда-то Амазонка подходила прямо к стенам города, но в результате естественных русловых процессов она ушла отсюда и образовалась вот эта гигантская старица. Гордость Экитоса – его набережная с фигурными фонарями и ажурной балюстрадой. В 19 веке так красиво строили далеко не во всех европейских столицах. Но в Экитосе подобная роскошь никого не удивляла, ведь город возник здесь, в Сельве, во время каучуковой лихорадки. Вот это были времена. США и Европа остро нуждались в каучуке для производства шин. Каучуковый бум преобразил провинциальную жизнь этого захолустья. В Экитос понаехали американские и европейские дельцы, появились многочисленные представительства крупных компаний. Вместе с предпринимателями, а зачастую даже раньше них, сюда потянулись и всевозможные авантюристы, искатели легкой наживы. На каучуковых плантациях повсеместно использовался подневольный труд негров и индейцев. Потом и кровью этих несчастных людей создавались огромные состояния. Возводились дома, офисы, гостиницы. Для отделки домов из Европы специально привозили мрамор и кафельную плитку, которую клали на португальский манер. Именно поэтому в облике Экитоса до сих пор присутствуют португальские мотивы. Каучуковый бум закончился, когда контрабандистам удалось вывезти в Юго-Восточную Азию сквозь все заслоны семена деревьев каучуконосов. Через несколько лет там возникли крупные плантации, а конкуренты южноамериканских каучуковых королей вбросили в общественное мнение тему жестокой эксплуатации негров и индейцев на плантациях в Южной Америке. Разразившийся скандал и усилившаяся конкуренция привели в конечном итоге к прекращению промысла и экономическому упадку района Экитоса. В город вернулась провинциальная тишина. И только дома остались стоять, как памятники былого безумства нуваришей. Самым знаменитым из них является Касса де Фьерро – железный дом. Этот дом был представлен на выставке в Париже знаменитым инженером Эйфеля, а один из каучуковых королей его приобрел, вывез в разобранном состоянии и приказал вновь собрать его здесь, в Экитосе. Вот на такие экстравагантные покупки, на дорогие вина и коньяки, на дикие кутежи тратились огромные деньги. Но как только закончился каучуковый бум, закончилось и процветание. Правда, в середине 20 века здесь начался другой бум, на этот раз нефтяной. И вот уже международные экологические организации бьют тревогу в связи с угрозой экосистемам перуанской Амазонии. Сейчас население Экитоса превышает 400 тысяч человек. Как и в любом большом городе Южной Америки, в Экитосе нарядная центральная часть резко контрастирует с районами, где проживает беднота. Здесь в этом отношении особенно выделяется район продовольственного рынка. Помимо продуктов питания, на рынке можно купить и всевозможные колдовские снадобья и зелья, изготовлением которых занимаются местные шаманы. Ну а самым опасным моментом, Мэкитоса является Нижний город, построенный на сваях. У самого начала лестницы, ведущей вниз к этому району трущоб, меня схватил за руку какой-то сердобольный старичок, воскликнув. Сеньор, это куда это вы собрались? Еще один район проживания местной бедноты – пойма Амазонки, которая затапливается в сезон дождей. Он длится здесь как минимум 6 месяцев, иногда даже больше. Понятно, что заниматься сельским хозяйством в таких условиях весьма затруднительно, так как считанные виды культурных деревьев могут месяцами стоять погруженными в воду. Остается рыбная ловля. Пойманная рыба идет на уже упомянутый продовольственный рынок, а также в кафе и ресторанчики, обслуживающие как местное население, так и многочисленных туристов. Многие жители поймы занимаются также обслуживанием туристов. На своих моторных лодках они возят их по окрестностям, показывая всякие живописные уголки и достопримечательности. К числу последних относятся, например, индейские деревни, где якобы проживают племена, издавна населявшие этот район. Впрочем, это скорее этакие амазонские потемкинские деревни, построенные специально для выманивания денег у простодушных туристов. Как говорят очевидцы, сюда во время каникул приезжают студенты из самой Лимы, столицы Перу, чтобы подработать в качестве ряженых индейцев. Настоящие индейские деревни с настоящими индейцами можно увидеть только в глухой сельве, например, на реке Напо. Вот только далеко не все они будут вам рады. Многие сильно озлоблены из-за разрушения их среды проживания лесозаготовками, нефтяными разработками и добычей золота. Короче говоря, головы можно не сносить. Подобных случаев было, хоть отбавляй. После долгих блужданий по многочисленным протокам, которыми изобилует пойма в сезон дождей, мы, наконец, выходим в Амазонку. Вот она, Великая река. Здесь, в верхнем течении, она даже близко не достигает тех бескрайних просторов, которые можно увидеть в ее среднем и нижнем течениях. Где-то здесь, в начале 1541 года, проплывала небольшая флотилия Орельяны. Ему еще только предстояло увидеть амазонок, говорящих человеческим языком птиц и прочие чудеса, прочно укоренившиеся в мифологическом мышлении конкистадоров.